Привет всем, кто нашёл это видео на просторах интернета. С вами снова Мария. Меня очень сильно радует то, какую позитивную обратную связь вы даёте на мои видео с рецептами. И поэтому сегодня продолжаем тему сыроедческих десертов. Наверное, вы уже могли догадаться, что больше всего я люблю готовить именно сладости. Однако у меня уже есть в планах приготовление нескольких основных блюд на этом канале. Но это будет чуть позже, когда мне придёт дегидратор и специальная тёрка для овощей. А пока что продолжаем готовить сладости. И сегодняшним нашим десертом будет сыроедческий трикс. Если честно, я не знаю, насколько этот трикс будет похож на обычный, потому что его я уже не ела года два. Но тем не менее, в любом случае это будет очень вкусный, красивый и интересный батончик, который готовится очень просто, буквально минут за 10-15. Впрочем, как и всегда во всех моих рецептах. И также его очень удобно взять с собой, если вы хотите перекусить мне дома. Итак, давайте посмотрим, что же нам понадобится для приготовления этого блюда. Для самих батончиков нам понадобятся королевские финики и грецкие орехи. А для глазури возьмём порошок какао и какао-масло. Также можно добавить ещё немного виноградного сахара. Сначала мелко перемалываем грецкие орехи в блендере. Затем отдельно измельчаем финики в пасту. Добавляем немного финиковой пасты к ореховой массе, чтобы она не разваливалась. Теперь распределяем ореховую массу по пергаментной бумаге. Сверху выкладываем массу из фиников. Делаем это мокрыми руками, чтобы она не прилипала к ним. Теперь надрезаем нашу заготовку на небольшие полоски. Пока отставляем их в сторону и займёмся глазурью. Для приготовления глазури нужно растопить какао-масло на водяной бане. Добавить немного виноградного сахара. Воды. И смешать с какао. Пропорции в глазури исключительно на глаз, потому что здесь лучше ориентироваться по консистенции. Примерно вот такой она должна получиться, чтобы вы могли легко обмакнуть в неё батончик. Теперь при помощи вилки покрываем батончики глазурью. Кладём их обратно на пергаментную бумагу и ставим в морозилку, чтобы глазурь затвертела. Когда батончики готовы, для красоты можно нарисовать на них узор вторым слоем глазури. Приятного вам аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, вот такой красивый и могу вас заверить не менее вкусный десерт получилось приготовить сегодня у меня. Но если же вы решите приготовить сыроедческий твикс у себя дома, то, пожалуйста, напишите мне об этом внизу в комментариях. Мне будет очень интересно почитать о том, что у вас получилось и понравился ли вам этот рецепт. Понравилось ли вам то блюдо, которое у вас получилось. В общем, я буду рада любому отклику. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте им лайк. А также не забывайте подписаться на мой канал, если ещё не подписаны. Готовьте вкусные и полезные блюда. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok